ДП 0 от x интеграл 1 минус фи от x, ДП 0 от x, то есть если такой способ проверки Геткута задает ошибку первого рода, Геткута задает ошибку первого рода. Основной результат по оптимальному выборе фирм заключается в следующей перериме, которая тогда называется ремонтом Неймана-Пирсона и звучит следующим образом. Давайте предположим, что вот эти распределения подавали по 1 метр до относительно какой-то метр. Кому не нравится такая запись, считаем, что просто F0 это просто плотность относительно Px для распределения P0, Это мы работаем с анализированностью? Да, работаем с анализированностью. Да, и пусть альфа, где надо жить. Ну и так далее. Существуют такие константы. С, альфа, от миллиарда бесконечности, включительно D альфа, от миллиарда до единицы. Почему у меня бесконечности с кубку вставили, а не группу? Ну, может теоретически и бесконечность быть. И функция. Такие, что функции. Такие, что функции. Такого битва. Единичка. Если F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа. Если F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа. То есть, если мы будем использовать F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа. То есть, если мы будем использовать F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа, F0x больше чем C альфа. То есть, наименьшая ошибка второго рода достигается на вот этой функции F0x. То есть, вот такой критерий, он оптимальный. Надо только найти, будет нам F0x в константах C альфа и D альфа. Да, ну и более того, если, если интеграл, если достигает запорности F0x, F0x больше чем C альфа. То вот эта функция F0x также равняется 1 здесь и равняется 0 здесь. то вероятность того, что F0x не равняется и со звездочкой от x. То есть, любая функция F0x не равняется C альфа и D альфа равняется 0. То есть, любая функция F0x, которая является оптимальной в таком смысле, она равняется 1, если F0x больше C альфа F1 и равняется 0, если F0x меньше C альфа F1. Ну, я так подумал, что времени у нас не очень много, поэтому времени написано, я доказывать не буду. Значит, я сначала сделаю несколько отключений, а потом рассмотрю пример. Значит, первое значение. Что-что? Плотность? Если F0 больше C альфа F1, то... Ну да, это плотность. То есть, мы просто сравниваем плотности. То есть, вот здесь написано такое. F0x поделить на F1 больше C альфа. А здесь F0x поделить на C альфа F1 меньше C альфа. И то есть, 1 и 0 очень редко бывает? Что-что? 1 и 0 почти никогда не бывает. Ну, но почти всегда бывает. Потому что написано, что вероятность того, что не 1 и 0, это... Что они не равны. Что они не равны. И... А вот если отношение равняется C альфа... Ну, тут уже принимаем H0x с вероятностью D альфа, ну и принимаем H1 с вероятностью D альфа. Да. Вот такой способ. Это первое. Смотрите. Вот если бы условия третьего не было вообще, то это... Как бы мы выбираем множество. Вот если какая-то функция статистики попадает в одно множество, то он больше C альфа. Принимаем первое, вернее, принимаем H0. Попадает в другое множество от минус бесконечности D альфа. Принимаем H1. Вот... Рандомизированная равна из критерий, но она проявляется только здесь, когда отношение равняется C альфа. Ну, а теперь давайте рассмотрим такую ситуацию, когда... Предположим, что F0 поделить на F1, если это непрерывная случайная величина. То... Тогда вероятность того, что она попадает в точку, равна 0. И у нас очень часто будет, когда мы будем рассматривать непрерывные случайные причины, вероятность такого события тут равняется 0. Вывод какого? Что... Что... Да, что вы сюда вообще не попадаете с вероятностью 0, и такой ситуации вообще не будет. Они, можно, не будут. То есть у вас критерий будет такой. Попадаете в одно множество, принимаете ошибки. Попадаете в другое множество, принимаете ошибки. Ясно, да? То есть это... Вот это будет распространенная ситуация, когда Х это непрерывная случайная величина. И... Далее, вот это замечание вам. Что есть? Или... Ну... То есть, интеграу по множеству, где вы икс, что Т, ну и умоля как х, ну, уравняем с цепаркой, то это не как х. Если d в x равняется 0, то в качестве этого dα можно выбирать произвольное значение. Тогда, смотри, если мера умножить по 0, то интеграл от φ, то, что мы интегрируем по этому множеству равном, независимо от того, что вы здесь видите. Так что определение функции φ , оно на счетке первого и второго варианта не видно. Так, один. Если у нас все-таки по-русски невозможно, то может все-таки попасться или выборки откуда-либо? Нет, ну смотрите. Наверное, все давно. Да. Здесь у нас по-русски включено. Ну, смотрите. Значит, если мы меряем все с бесконечной классичностью, то мы никогда не попали. Если у вас равномерное распределение, то вероятность попасть в точку, даже если вы будете стараться, в точку 1,2 равно 0. Там с точностью до бесконечного знака знака. Ну, если мы рассматриваем. Ну, конечно же, если вы рассматриваете наблюдение с точностью до двух знаков после запятой, то вообще-то не исключено, что вот так все сократится. Ну, тогда все равно. Что делать? То есть можно с вероятностью принимать? Ну, тогда как-нибудь определитесь. Ну, смотрите, это теоретический тест. Там на практике, ну, это будет, там, ошибка, которая объясняется, ну, там, обрублением, это совсем другое. На практике нет смысла. Да, на практике нет смысла. Да, нет смысла. Вот этот смысл в выборе дарфа будет, когда случайное величие дискретное. И тогда такого царфа может и не быть. Так, вот сейчас давайте рассмотрим какого-нибудь простенький пример, в котором все будет посчитано. Да, единственное замечание, которое я еще хотел сделать, что число единицы не может быть, оно называется мощностью третьей. Мощность третьей. То есть вот этот тест, вот этот пункт сайтистики с разноточкой, вот этот критерий, который построен здесь, вот он имеет наибольшую мощность, есть ошибка первого рода и есть уровень значимости Альт-Арфа. Некоторому высказал самый лучший. Так, примерно рассмотрим. Так вот. Пусть нулевая гипотеза такая. Случаем, значит, x1, xn. Это выборка из независимых одинаково распределенных случайных решений, имеющих, имеющих монтаж ДМ1, дисперсии СИГБО. Давайте подумаем, что нам делать. Значит, во-первых, мы должны понимать, что мы наблюдаем случайный вектор в n-мерно-просто. Если справедлива гипотеза H0, то плотность этого вектора равняется произведению плотностей, и таких, как одинаково, единицу приличного корень из 2π СИГБО в квадрате на е в стекле минус сумма . Это произведение одномерной гауссерской плотности. Да, потому что они независимы. Так, это у меня будет f0 от x1 от x1. Ну, а f1, x1, xn, это произведение единицы на поле 2π СИГБО в квадрате в экспоненте минус сумма xk минус n в квадрате в квадрате в квадрате Давайте запишем отношения плотностей. f1 Что-что? Тут m0, а тут m1 А, да, давайте тут, извините. Ну, как бы нулевая гипотеза. Ну, прям нулевая гипотеза. Первая гипотеза. То есть, смотрите, тут надо, тут студенты часто путаются. Что на что делить? Больше, там меньше. Ну, грубо говоря, где f0 больше, там выбираем h0. Ищем отношение f1 поделить на f0. Значит, равняется. Произведение единицы. К от единицы до m. 1 на поле 2π СИГБО в квадрате сократилось. Экспонент поделить на экспонент будет экспонента. Так. 2сигма в квадрате будет в знаменателе. В числителе будет так. Если мы опять делим, значит, здесь будет сумма xk минус t0 в квадрате минус сумма xk минус t0 в квадрате. Продолжение следует... Сумма 1. Экспонента. Так. Что же здесь будет? xk в квадрате. xk в квадрате сократится. Здесь будет сумма xk. xk в квадрате плюс сумма xk минус t0 в квадрате. И теперь давайте посмотрим. Значит, нам надо выбрать какую-то константу c альфа, чтобы... у вас там произведение лишнее. Да. Спасибо. Да, да. Лишнее, лишнее, конечно. А. Да. Я сначала думал написать с произведением, а потом решил написать окончательный ответ. Да. С кемей. В степени A. Оно все равно сократилось. Да, 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 да. Там сумма... Нет, там сумма надо было сказать лишнее. Теперь давайте посмотрим вот на такую случайную Сумма, два экскарта, еще давайте сократим, не нужно Сумма, два экскарта, два экскарта, два экскарта, два экскарта, два экскарта, два экскарта. Если справедливая гипотеза h 0, то все экскарты — это гауссовская случайная величина. Сумма гауссовских случайностей с гауссовских случайностей Добавили константу гауссовской случайной величины, поделили на константу гауссовской случайной величины. Вот эта случайная величина имеет плановость. Экспоненты от нее так же имеют плановость. Это как раз я клоню к тому, что вероятность того, что такая статистика попадет в точку, в любую точку, ну в любую фиксированную точку равна 0. Поэтому, вообще говоря, мы можем теперь расслабиться и Dα вообще не думать. Это непрерывная, случайная величина. Поэтому про Dα не думать. Значит, вероятность того, что f1 на f0 равняется α равна x. Так что, а так забыли. Значит, нам надо найти такую константу, что вероятность такой, что это соотношение больше константа, ну или меньше константа, ну равняется α или 1-1. Нам надо найти такую константу, что это соотношение с нулевым от x, x это больше, чем с вероятностью. Поэтому, если справедлива гипотеза h нулевая, ну и тогда притережь будет такой, что если f1 на x, больше с цель, то отверняем а с нулевая, ну а если меньше с цель, то три месяца с нулевая. Да, вот смотри. Я вот еще раз на ответ на вас спрошу. Не запоминайте на n на зубок, лему на n на пирсик. Значит, вы должны запомнить такое. Вот, если отношение f1 на f2, то есть, если f1 больше, чем f0 на константу, тогда принимаем h1. То есть, если f1 меньше нулевого, то принимаем с какой-то константы, то принимаем h1. То есть, грубо говоря, мы ставим полкность, ну точность до умножения на константу. Да, и то замечание про d, ну все равно, можно сюда больше либо равноно написать, можно сюда меньше либо равноно написать. Это все равно, это на критерии никак влиять не будет. Вероятность того, что f1 поделить на f0 попадает в константу fc, то вероятность равна 0. Так. То есть, это, это критерии с лему на n на пирсик. Что-что? Верхние условия. Что-что? Верхние условия не надо. Как вы написали? Может, вероятность? Смотри. Мы вот ту константу выбирали из такого соображения, что вероятность соответствующего события равнялась а. Вероятность того, что вы выбираете h1. То есть, в принципе, принимаете h1. То есть, когда это отношение больше константы, мы должны принять h1. Но, если справедливо нулевая гипотеза, то это как раз будет ошибка первого рода. Как бы, вы отвергли истинную гипотезу, она была верна. Мы из этого равенства находим h1, да? Да. Из этого равенства нам надо найти h1. А потом? Да. То есть, вот это будет критерием. Вот мы найдем h1 и потом будем говорить. Вычисляем это отношение. Вон оно дано. Если равно больше h1, принимаем h1. А если меньше h1, принимаем h1. По статистику считаем, когда в отвергателе принимаем, правильно? Ну, сейчас. Когда мы берем выбор? Да. Потом мы берем. Вот смотрите. А как мы находим h1 по статистике? Нет. Вот это вопрос. Мы сейчас теоретически найдем этот цвет. Мы его конкретно укажем. Теперь давайте немножечко подумаем. Значит, вот это отношение имеет вот такой вид. Ну, что нам надо делать? Ну, надо неравенства решать. Да? Вероятность того, что экспонента... Ну, давайте, как бы методом тряпочки будем делать, что-то. Больше, чем там. Ну, значит, без экспонента что надо сделать? Прологрифнировать. И найти константу c такую, что вероятность вот такого, больше, чем логарифм c, равняется a. Дальше. Умножим на квасибу на квадрат. Дальше. Надо отнять, перенести n в другую сторону. То есть, грубо говоря, нам надо найти теперь такую цель, что вероятность... Ну, это минус сумма 2,50... Ну, ну, минус сумма 1... Больше... Давайте я только... Вот эту константу подачу через c... Больше... Больше c1, равняется... Давайте думать дальше. А распределение вот этой исключенной величины мы можем найти? Да. Какое оно? Гауссовское. Гауссовское, так? Да. Так что мы уже почти эту константу нашли. Ну, вернее, почти знаем просто. Теперь, перед тем, как вести рассуждение дальше, я хочу сказать такое. Что-то. Ну, в принципе, да. Мы можем найти константу c и делить f1 на f0, там, с экспонентами. И принимать или отвернуть в таком случае. А можем сказать так. Что если минус сумма 2xk на m0 минус m1 больше c1, то отвергаем h0. Ну, а если меньше 2 равно c1, то принимаем h0. В принципе, это просто равносильно этому. Да. Но это проще выглядит. Согласитесь. И если, ну, вообще-то мы сначала найдем, вот если мы то хотим сделать, то нам, вообще-то, надо найти c1, а потом с ним сделать какие-то преобразования и получить c. Да? Ну, не хочется. Правда? Не хочется такое делать. Поэтому это гораздо приличнее выглядит. Ну, а теперь следующий шаг. Ну, надо было бы поделить на m0 минус m1, но, ну, ну, что? Нет. Ну, надо подумать, что больше m0 и m1. Потому что иногда делить можно, иногда делить не надо. Так. Поэтому давайте в самом начале, в самом начале, в самом начале задачи, давайте предположим, что m1 больше, чем m0. Так. Начало напишите там, где вот h0, h1, m0, d7. И давайте там еще добавим, что m1 больше, чем m0. Так. 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 Не надо спросить у вас. Я на минус это множество. Так. Поделим на 2xk m1 минус... Ну, поделим на 2m1 минус m0 и получим такое мнение. Нам надо найти такую константу c2, что сумма xk, ну, хорошо, подождите, больше, чем c1 на 2m1 минус m0, равняется m0. Ну, или обозначая эту константу через c2, нам надо найти такую константу c2, что сумма xk больше, чем c2, равняется m0. Итак, этот критерий будет такой. Считаем сумму, смотрим больше, чем c2, вернее, находим c2, ищем сумму, если сумму больше, чем c2, то принимаем 0. Если меньше, то принимаем 0. Хорошо. Теперь дальше. Это гауссовская случайная величина. Как мы ищем вероятность того, что гауссовские случайные величины больше константы или меньше константы? Что мы делим? Мы всегда отнимаем математическое ожидание и делим на среднеквадратическое отклонение. Поэтому давайте и здесь подгоним от стандартной гауссовской распределения. Сумма цикаты. И мы решаем такое неравенство. То же самое, что сумма xk. Сумма цикаты. Так. И давайте сделаем еще следующее. У нас какие статистики, ну, какие обозначения мы часто используем? Выборочное среднее. Так. Давайте поделим на n, отнимем то, что... Значит, отнимем математическое ожидание, поделим на среднеквадратическое отклонение. И еще умножим на корень из n. С этой константой справа будут тоже происходить какие-то изменения. Так. И в конце концов цикаты приобретет такой вид. Нам надо найти такую константу, там, c1, c2, ну, c3 я уже не буду писать. Так. Обозначу z. Такую, что вероятность вот такого события, я даже так напишу, равняется так. Вот теперь заметьте, что если справедливо h нулевое, то вот эта случайная величина имеет стандартное нормальное распределение. Если вероятность h нулевое, то статистика корень из n минус f нулевое поделит на 7, имеет стандартное нормальное распределение. А если мы не вынушали такую констанцию, она тоже имела нормальное? Конечно. Я просто хочу пользоваться табличкой для стандартного нормального распределения. Нет. Если мы не можем говорить, то она тоже была бы стандартная, разве нет? Нет. Нет. Там дисперсия 1 на n была. А... Вот у такого дисперсия 1 на n. Понял. Понял. Да, да, да. Вот смотрите. То есть это все эквивалентные переходы. Меняются только константы справа. Удобнее пользоваться табличками для стандартного нормального распределения. Можно было бы остановиться в самом начале. Но гораздо удобнее записать что-то вот такого типа и сказать, о, это стандартное нормальное распределение. Ну, как бы и все. Значит, этап. 2. Какой же получается... Какой же получается... Какой же получается... Выбираем альфа. Уроду значимости. Второй. Находим... Зе. 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 Такое, что вероятность того, что n 0 и 2 больше, чем зе. И нам надо ввести такую же банку, что вот такая площадь равняется 1. Третье. Вычисляем статистику. Корень из n на выборочное среднее минус n нулевое поделить на сифру. И четвертое. Делаем вывод. Если вот такая статистика в горе из n выборочное среднее минус n нулевое поделить на сифру больше, чем z пальца, то отрезаем. Прошло любое. Ну и если меньше зима работы на сифру, то принимаем. Прошло любое. Вот теперь, внимание, деликатный момент. Ну конечно там, слава, отвердаем, принимаем и так далее. Давайте подумаем, что будет следовать из такого решения или такого решения. Значит, вот отвергаем h нулевое и принимаем h первое. Давайте подумаем, можем ли мы в таком обсуждении сделать ошибку. Да. Чему ее вероятность будет равна? Альфа. То есть, если вы отвергнуете h нулевое, то на самом деле вы действительно что-то доказали. То есть, если альфа, например, 1%, то вы уверены, как бы ваша уверенность в 99%. Как бы в правильность, значит, значит, не ваша уверенность сделана сподификация. Значит, если бы h нулевое было бы правильно, то вероятность того, что вы сделали такой ложный вывод, была бы очень маленькой. То есть, если вы отвергнуете, то у вас действительно были сильные основания что-то сделать. Так? То есть, да. Вероятность ошибки. То есть, когда h нулевое было. 1-го робота равняется a. Вот здесь. Ну, мы принимаем вашу уверенность. Ну, смотрите. Где-то в начинку 2-го робота здесь вычисляли? Нет. Ну, пока что нет. Я сейчас ее еще вычислю. Но, в принципе, мы про него еще ничего не знаем. Да? То есть, вот мы не знаем, какая вероятность того, что это, что, ну, была вероятность сделать ошибку было справедливо h нулевое, но приняли h нулевое. h нулевое. Вот смотрите. Допустим, что вы ставите какие-то физические эксперименты. Хотите открыть новую частицу? И, допустим, что вот, как бы, раньше вот теория была такая, что там какое-то мотождение чего-то там или энергии еще чего-то там равнялось и нулевое. А вот у вас есть какие-то. Каких, при каком-то новом распаде что-то, возможно, появится, что мотождение будет m1. Если вы возьмете за основной гипотезу m0 и ее отвергнете, то, ну и альфа будет очень маленькая. То да, это будут серьезные аргументы в то, что у вас появился новый эффект. Ну, а если, а если вы принимаете ашнуревое, ну, черт его знает, да, ну, не было достаточно аргументов. То есть, если все-таки старые гипотезы подтвердили себя, то... Нет, в том отношении чем-то, что ваша старые гипотезы подтвердили? Вот, вот, смотри, еще раз я хочу повторить. Значит, когда вы отвергаете ашнуревое, вы нашли сильные аргументы, говорящие о том, что... Ну, которые противоречат гипотезе ашнуревого. То есть, вы будете ошибаться. Значит, вероятность ошибки... Вероятность отвергнуть ашнуревого, если ашнуревого, был расправедливым, она равно афе. С другой стороны, вы принимаете ашнуревое, ну... Это не говорит, что она хорошая. Да, она не говорит, что ашнуревое истинно. Да, мы не знаем ошибки второго рода, мы ее не вычисляем. Поэтому, ну, вот, когда вы приняли ашнуревое, ну, у нас просто, ну, непонятно. Может быть, было мало экспериментов, может быть, действительно ашнуревое, но данные не такие уж и противоречимы. То есть, самая сильная стратегия – это взять свою гипотезу и видеть ее ашнуревое? Самая сильная? Значит, вот, вы должны запомнить, что вы действительно что-то доказали, когда вы отвергли гипотезу. Естественно. Да. А когда не отвергли гипотезу, ну, то непонятно. Значит, для данного примера мы сейчас вычислим вероятность ошибки второго рода. Ну, давайте еще сделаем парочку, парочку замечательных. Значит, первое замечание, первое замечание такое, что предположим, что n стремится к бесконечности. И в справедливом h1. Давайте зададимся таким вопросом. А будет ли ошибка второго рода сходиться в нужную? Если ответ на этот вопрос будет «да», то это хорошо. То есть у вас экспериментов довольно много и справедливо h1, то все-таки вы будете отвергать h0. Давайте подумаем, что же происходит, если n стремится к бесконечности. И если справедливо h1. Куда будет сходиться выборочная средняя? Если что? Если справедливо h1. Да, тогда выборочная средняя будет сходиться к n. А выборочная средняя минус n0 поделить на σ и умножить на корень из n. Куда будет сходиться? Да. Плюс бесконечности. Плюс бесконечности. А, соответственно, если справедливо h1. Куда будет сходиться вероятность того, что умножить на корень из n поделить на σ. Плюс больше чем c1. Плюс 2. Да. Она будет сходиться, да, эта вероятность будет сходиться, да, к единице. Цель примится к бесконечности. А это как раз означает, что мы принимаем... Сейчас чуть-чуть поднимать секундочку. Извините. Меньше либо равном агнице альфа z альфа. Да. Оно будет сходиться к нему. А это как раз ошибка второго. То есть смотри, видите. В таком случае, если экспериментом но, то все-таки ошибка второго рода будет маленькой. Насколько маленькой? Пока что мы еще не знаем. Но она будет стремиться к нему. В таком случае, если у нас вышло, что h1 нужно принимать, то значит она верна. Ну почти значит. Ну, когда n стремится на бесконечность. Насколько быстро она стремится к бесконечности? Конечно же, желательно исследовать. Если вот хорошо стремится, то, по-моему говоря, будет уверенность. Понимаете? Ну как она стремится? Как единицы на n. Как единицы поделить на логарифм n. Или как миллион поделить там на агнице n. То есть об этом стоит думать. Как бы хорошо, что она стремится к нему. Да? Это хорошо. Да. А ошибка первого нога всегда равна агнице альфа. Для такого. Так. Теперь. Ну действительно. Давайте найдем В. Значит. Что такое В? Это вероятность. Если бы было справедливо h1. А мы приняли h0. корень. Корень из n выплаченное среднее. Минус n нулевое поделить на сигма. Меньше либо равно. з1. Так. Думаю. Если справедливо h1. То. Вот такая статистика. Выборочная средняя минус m1 поделить на сигму. И умножить на корень из n. Имеет стандартно нормальное распределение. Поэтому здесь вот мы минус n нулевое подняли. Мы его добавим. Равняется. Вероятность. Вот. что это случайная величина диэкстандарта нормальная распределение. Значит. Плюс корень из n. n в один минус n нулевое поделить на сигму. Меньше либо равно. z. Вероятность. Вероятность того, что n 0 и 1. Меньше либо равно. z а. Минус корень из n. m1 минус n нулевое поделить на сигму. Так. В этом числе. Давайте подумаем теперь. Вот действительно ли оно стремится к нулю быстро. Помните табличку для нормального распределения. Чему равняется вероятность того, что нормальное распределение больше тройки или меньше минус тройки. Да. Ну а там уже 0, 0, 0. Там уже маленькое. То есть вот если эта вещь станет меньше тройки, то Минус тройки. Минус тройки. Минус тройки. То эта вероятность уже. Три десятых. Что что? Три десятых процента. Ну да. Три десятых процента. Да. А если там меньше шестерки, то я даже не знаю сколько там нулевое. Три десятых процента. Три десятых процента. То есть есть, ну, когда будет конкретное число, можно по крайней мере посмотреть, посчитать и оценить. Давайте посмотрим на этот критерий. Ещё разок. Что-то там зависит от M1 или нет? Ну, может быть, если единица с ассоцией. Не-не-не-не. Вывод. Вот смотри. У нас, смотрите, вот такой. Берём альфа, находим Z альфа, вычисляем такую статистику. Если она больше Z альфа, отвергаем. Если меньше, принимаем. Вот здесь что-то зависит от M1. То есть, если кто-то M1 возьмёт другое, вывод будет тот же самый. Да. И мы знаем, что это всё равно самый хороший критерий. Наиболее мощный критерий, у которого мощность самая большая из всех, которых можно будет. То есть, смотрите, если мы возьмём. Если альтернативная дипотеза, как она, что мат ожидания просто больше M0, ну, например, равняется какому-то M1 больше M0, то мощность критерий, который построен, то уровень значимости равен альфа, а мощность самая большая. То есть, в некотором смысле, если альтернатива вот такая, то такой критерий действительно самый хороший. Иногда говорят, что вот такой критерий равномерно наиболее мощный. И мы можем, например, вот таким кулаком. Так. Этот и отуличник. Как бы любое поделить на сильном больше z-драгмента. Например, H0. В этом случае говорят, что этот критерий равномерно наиболее мощный. не в сторону ошибки на просто нет смотрите ошибка первого рода пальца но какое бы M из этого множества не было бы фиксированным ошибка второго рода была бы наименьшей при вот таком уровне когда мы действуем таким образом так теперь следующий вопрос ну хорошо а если что делать если альтернативная гипотеза така M не равняется M0 ну иногда ну смотрите что значит два случая вот например вам говорят диаметр шарика подшипника в среднем должен быть там три миллиметра да и ваш автомат клепает шарика подшипники вы взять там померить среднее какое-то и больше трех миллиметров если в среднем то плохо меньше трех миллиметров тоже плохо или вы например на каком-то заводе делаете шоколадки там или ну какие-то напитки дорогие по бутылкам разливаете там если больше чем пол литра вы вас переливаете да в среднем это плохо почему вы лишнюю жидкость но если вы не доливаете то конкуренты бьят да если вы серьезно будете конечно все время не доливать то то вас все на штрафу но мне кажется что в нижней воде везде не заметили не доливнули миллилитра на 5-10 нет конечно нет я думаю что если вы будете что-то плохое делать сессиматически то 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 врахно идет равная и доказательство может быть такое взяли то проверили гипотезу и все сразу в штраф что же делать ну да если бы m было больше на целевую мы бы делали это если бы m было бы меньше на нулевую то проводя те же самые рассуждения алгоритм был бы такой мы бы поставили такую z альфа что вот такая вещь меньше z альфа с вероятностью альфа мы бы поставили на аналогичный образ в этом случае можно сделать таким образом можно построить такой критерий давайте рассмотрим ту же статистику ну вот x минус n нулевое поделить на сигма и умножить на форекс и мы знаем что если верна h нулевое то это имеет стандартно-довольное распределение ну и давайте выберем уровень теперь уровень вот я напишу так z альфа пополам так что вот эта площадь равняется альфа пополам давайте найдем z альфа пополам так что вероятность того что n 0 1 больше z альфа пополам равняется альфа пополам ну и построим такой критерий если модуль вот такой вещи больше чем z альфа пополам то отвергаем h 0 ну а если меньше параметра z альфа пополам то принимаем h 0 давайте его обсудим во-первых ошибка первого рода альфа ну действительно такая статистика будет больше вот этой вещи по модулю ну с вероятностью альфа теперь будет ли ошибка второго рода сходиться в нулю когда n стремится к бесконечности да будет почему если среднее равно m не равное m нулевому то выборочное среднее сходится как m m минус m нулевое не ноль поделить на сигма не ноль умножить на корень z стремится к бесконечности то есть вот эта вещь сходится к бесконечности и если n стремится к бесконечности то вероятность того что вы примете h 0 будет сходиться к нему так что да такой критерий довольно разумный он не будет равномерно наиболее мощным и по всей видимости равномерно наиболее мощным как в времени нейма написано построить нельзя что не будет равномерно для всех для всех он будет равномерно и не будет не будем мощным нет он не будет смотрите что означает что вот такой критерий был самым мощным он не зависит от него он нет он не то что не зависит он строился как отношение плотностей да вот это отношение плотностей вот в конце концов приходило в такое неравенство там отношение плотностей должно было быть больше чем там какая-то констатка помните мы в одном месте делили m1 минус m0 и говорили что если m1 больше m0 то знак менять не надо а если меньше то надо понимаете и поэтому так так не получится равномерно наиболее мощным но если альтернатива это m0 но такой критерий тоже хорош то есть он имеет уровень значимости альфа и мощность литерия стремится к единице когда это стремится к бесконечности а может или ну или ошибка второго рота тоже сходится к нулю когда это стремится к бесконечности м1 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 т.е. центром теперь а готов нет а потом сбит посмотрели сюда и сказали чудесным образом этоowак это такая же статистика как лени Нуемана Пирсовой и она не зависела вот от этого м тут главное, что n было больше м0 альтернативных, то иногда тоже выходит, что отношения плодностей имеют точно такой же нын. В том случае, это не существует, когда n не равно 0, тогда не существует. Давайте рассмотрим еще один пример. Слово с нормальными распределениями и давайте предположим, что нулевая дипотеза такая, выборка x1x2 имеет нормальное распределение с нулевым средием и дисперсией с 0, альтернатива такая, что выборка из распределения тоже нормального, но с другой дисперсией. И давайте предположим, что sigma1 в квадратске, ну, например, больше, чем sigma0. Значит, что мы должны сделать? мы должны написать отношения плодностей. если проведема гипотеза h0, то плотность равняется произведение k, 1, d, 1, поделить на поле 2 и sigma0 в квадрате на e в степени минус xk в квадрате на 2 sigma0 в квадрате. ну, а вторая плотность, f1, равняется 1, поделить на 2 sigma0 в квадрате на 2 sigma0 в квадрате. ну, а вторая плотность, f1, равняется 1, поделить на 2 и sigma1 в квадрате в степени n пополам на e в степени минус сумма xk в квадрате на 2 sigma1 в квадрате. тогда f1 в квадрате поделить на f0 в квадрате. нам надо дойти такую константу, что если справедливо пошло и мое, то вот такая вероятность равняется. да, и снова, когда мы поделим, у нас будет непрерывная случайная величина, поэтому вероятность того, что вы поделите какую-то фиксированную точку равняется 0, поэтому вот тот dα, оно не нужно. так, делим, получаем, что нам надо найти вероятность того, что sigma1 поделить на sigma2 в степени n умножить на в степени xk в квадрате, здесь будет 1 на 2 sigma0 в квадрате, минус 1 на 2 sigma1 в квадрате, в квадрате, минус 1 на 2 sigma1 в квадрате, минус 1 на 2 sigma1 в квадрате, и то же самое, давайте посмотрим, что же это за множество многомерных пространств, после того, как тот режим не равен. да, такой шар, или внешний шар. значит, нам надо будет поделить на sigma, эти sigma перенести вправо, право логарифмировать, и найти такое, что сумма xk в квадрате умножить на 1 на 2 sigma0 в квадрате, минус 1 на 2 sigma1 в квадрате, ну, больше, такая новая константа c1 с вероятностью α. так, теперь думаем, что больше чего. sigma1 больше, чем sigma0, значит, 1 на sigma0 больше, чем 1 на sigma1, то есть, соответствующее множество будет иметь такой вид, сумма xk в квадрате больше, чем какая-то константа c2. теперь, внимание, вопрос. а какое распределение имеет сумма xk в квадрате? ну, да, только надо еще на что-то поделить. а на sigma0? да, еще надо на sigma0 поделить. если верно h0, то xk поделить на sigma0 имеет стандартное нормальное распределение, а значит, что сумма xk в квадрате поделить на sigma0 в квадрате умеет распределение х в квадрате под степеньями сон. итак, нам, значит, смотри, давайте рассмотрим по пустой степень, нам надо найти такую константу, что вот такая вероятность больше, чем… а на sigma0 в квадрате поделить? нет, х квадрат – это сумма просто гауссовских квадратов. а на sigma0 таких квадрате поделить, а на sigma0 мы не видели, когда мы исследовали… когда у нас было распределение туда, и оно поднялось под знаменатикой, вот это не именно m. Так, больше, чем, так, ну, C, ну, D, альфа, церковь, альфа. То есть нам надо найти такое, что вероятность такого события равна. И алгоритм проверки НПТ будет следующим. Первое. Выбираем альфа. Наполним D, альфа такое, что вероятность того, что х квадрат в сантиметре веса будет больше, чем D, альфа равняется альфа. Плотность х квадрата имеет примерно вот такой вид. То есть мы должны найти такой альфа, что такой хвостик имеет плотность альфа. Ну и сделать второй шаг. Надо вычислить статистику сумма х в квадрате и определить на символом любого квадрата. И впереди сделать вывод, что если вот такая сумма больше, чем D, альфа, то отрезаем хорошо. Ну, соответственно, если меньшее право, да, то принимаем. И снова смотрите. Слово в некотором смысле нам повезло, что если бы альтернативная гипотеза была такая, что х имеет нормальное распределение N0 в сигма квадрат, где сигма в квадрате, ну, так что у нас было больше, чем сигма нулевое в квадрате, то сделать все те же самые рассуждения мы пришли бы к точно такому же критерию, и он на любого фиксированного сигма, которое больше, чем сигма нулевое, имел бы тоже самую большую мощность. То есть в нашем случае, ну, в этом случае также повезло найти равномерное, наиболее мощное критерие. Да. Ну, теперь такое замечание. Ну, а вот если бы сигма один квадрат было бы меньше сигма нулевое квадрат, что бы изменилось? Ну, неравенство в одном месте бы изменилось, и нам надо было бы искать вот такое число, что вот эта площадь, равенство. Ну, и, соответственно, знаки неравенства здесь должны были появляться. Можем вопрос? Да. Почему нельзя, например, ну, например, для матажда, если мы H1 рассматриваем, как n не равно к ному, почему мы не можем просто почитать средний и посмотреть, и выбрать объемент двух вариантов? Ну, например, если у нас средний по выборке получился больше, то давайте сузим вторую ягодицу, ну, к h, больше, например. Ну, тогда, понимаете, вот если вы скажете так, берем такой алгоритм, смотрим, куда у нас попадает, и смотрим или туда, или сюда. Я не уверен, что тогда ошибка первого рота у вас там нелась бы альфа. Ну, может, она будет больше. Так не делают? Так не делают. Так, так не делают, нет. Ну, можно было бы десь, чтобы приходить к расплодилу? Не-не, так не делают, это нечестно, и ошибка первого рота тогда не равна. Где бы выбирать h1? Не, ну так. В смысле того, куда у нас попадет? Ну, смотрите, я не думаю, что для вашего алгоритма ошибка первого рота будет 5. А если ты сейчас, если честно, она отличается от сигма-1, от сигма-2? Сейчас сигма-0 и сигма-1. Да, сигма-0 и сигма-1. Это не сможешь понять, по-другому, по результату как-то? Или это? Ну, например, она ровно по середине, между ними. Или там, она очень далеко заваривается за сигма-1 квадрат? Ну, сейчас, подожди, я терапиваюсь. Вот эта статистика, она вообще-то, сигма-1 вообще никакого отношения не имеет. Когда было мотождение туда, там, M0, M1, вот, как бы выборочное среднее, то вот мы могли бы говорить, где оно, там, что посредине. Тут про дисперсию, ну, надо еще подумать. Но я не думаю, что... Вот M0, M1. Я думаю... Вот так, пускай, в настоящее... Да, вот пусть... Ровно по середине. Да, вот пусть... Ровно по середине, но пусть M очень большой. Ну, мы будем рассматривать дисперсию, пусть, там, как бы, разумная, M, там, 10, 10. Так? В этом случае вашу гипотезу вы отвергнете. Объясню почему. Потому что, когда вы рассмотрели статистику выборочное среднее, минус M0, меньше чего-то, то, на самом деле, вы ее... вы эту гипотезу будете... вы ее будете... вы ее будете... значит, так... вы ее будете... принимать, здесь выборочное среднее. Вот здесь идти неравенство решить. Попадать в такое множество. Минус бесконечности, M0, плюс... сейчас... плюс... Z альфа, вот та константа, умножить на сигма, поделить на корень из... Кстати, я говорю, вспомните доверительный интервал? Очень похожий, между прочим. То есть, вот если выборочное среднее попадает сюда, тогда вы будете принимать нулевую гипотезу. Конечно, вы можете сказать, да, вот если вы посредине, то оно вроде бы как равнозначно между этим концом и этим концом. Вот философия, как бы, подход с ошибкой первого рода такая. Мы ее зафиксировали в самом начале. Вот мы говорим так вот. Мы строим такой алгоритм, который имеет ошибку первого рода, равную альфу. Тогда алгоритм будет вот такой. И вы в этом случае будете отвергать нулевую гипотезу. Понятно, да? В принципе, подходы могут быть другие. И то, чем занимается машин-лёрдинг, ну, часто рассматривают другого подхода. Давайте, ну, есть у нас две гипотезы. М-1, вы там издалека смотрите, там это грузовик или легковушка. Там легковушка имеет, допустим, 3 метра в длину, а грузовик имеет там 15 метров в длину. Ну, и вы смотрите там, в танк такой или танк это такой. Ну, вы так издалека посмотрели, там что-то намерили с ошибочками. Просуммировали. Ну, вот хотите. Да-да-да, вот эта дивизия там легковушка идет или грузовиком. Ну, это шучу, конечно. Да. И вот, да, вы чего-то намерили. Попало куда-то. И вам надо решить, ну так куда ближе, сюда или сюда. Можно ввести, значит, давайте предположим, что это шло. Такая ситуация встречается с вероятностью b. Такая ситуация встречается с вероятностью 1-b. А, априорная вероятность. Да, да. Предположим, что у вас есть априорная вероятность. Дальше. Можно ввести функцию штрафа. Вот как бы за такую ошибку штраф будет a, а за такую ошибку штраф будет b. И тогда что вам надо сделать? Вам надо снизить математическое ожидание штрафов. Да. Да. И на самом деле результат будет такой. Значит, вы должны будете, ну, если вот для гауссовских проделать то, что вы делали, то надо все равно смотреть на отношения плотностей. И найдется константа, зависящая там от b, от a, от b. Такая, что если отношение соответствующих плотностей меньше какой-то константы, то выбираем это. То есть ответ будет, да, действительно, ну, надо f нулевое от x, делить на f первое от x и искать какую-то константу. Ну, только надо написать грамотное условие, при котором достигается, ну, какой должна быть эта константа, чтобы функция риска достигала минимального значения. Но, действительно, ответ такой же. Все равно надо смотреть на отношения плотностей. Ну, не то, что вкладывается. Она похожа, да, она похожа. Просто здесь мы альфа фиксируем, а там нам надо убытки. Но там она тоже, как бы, c задается, по сути, фиксирует значение. То есть вот b, a и b фиксируются, и с него определяется c. Да, 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 b, a и b фиксируются, да, и с него определяется. Ну, да, c определяется достаточно. Есть аналогичная теорема, вот аналогичная теорема Неймана Пирсова. И вот такое вот, что если отношение плотности больше константы, то... То есть наилучший выбор достигается при таком выборе. Если отношение плотности больше константы, то первое. Если меньше константы, то второе. Да, так что отношение плотностей – это очень хороший такой инструмент. А что это за гипотез? Ну, я вам скажу. Смотрите, проверка гипотез, она применяется, например, для производства, когда вам дают новую технологию, и вам надо дать один ответ. Как бы менять технологию или нет. То, что машин вернет – это вы наблюдаете, там, мужчин, женщин, там, хотите сделать выбор, или клиенты такие, или эти классифицировать, и когда этих объектов у вас много. И вам надо в среднем, чтобы в среднем была получше. В статистике здесь именно вы должны сделать одно решение, и такое решение, чтобы ошибка первого рода была альфа, а второго рода желательно, чтобы она была получше. Следующий вопрос. Ну, а что делать, если не получается так красиво решить неравенную, как для галфонских плотностей? Или если плотности вообще даже неизвестны? Давайте рассмотрим… Да, что делать? Тогда обычно применяют какие-то предельные теоремы. Типа определенные теоремы, например, которые мы обсуждали раньше. Давайте я напишу тему. Проверка гипотезы о среднем. Давайте предположим, что x1, x2, x2 – это выбор независимых одинаково распределенных случайных величин. И нулевая гипотеза такая. Математическое ожидание x-ката равняется n0. Ну альтернативная гипотеза. Например, математическое ожидание больше n0 или меньше n0 или не равно n0. Давайте предположим, что математическое ожидание больше. И давайте предположим также, что все случайные величины x-ката имеют второй момент. И предположим, что математическое ожидание x-ката дает меньше бесконечности, если позитивно не хватит за нашим моментом. Давайте рассмотрим следующую статистику. Выбороченное среднем. Минус n0 по дереву. И давайте я обозначу через сигму нулевой квадратик. Это дисперсия x-ката, если справедлива гипотеза о шнуре. Поделить на сигму нулевой квадратик. Выбороченное среднем. Выбороченное среднем. Какая зависимость большого, что есть x-ката дает меньше? Нет, что оно с кинчением. Давайте предположим, что это выборка. Что можно создавать столько выборок, которые мы получили, которые имеют 2 н0. Гипотеза – это так. Математическое ожидание – это 0. Но альтернатива, например, больше. И давайте по вкусному счету дисперсия. С кинчением давайте рассмотрим 8 пустоты. А с кинчением мы не считаем? Нет. Да, вот пусть она конечная. Вот мы ее пока что не знаем. Ага. Да. Куда сходится вот такая статистика? Она сходится к нормальному распределению n1 по центральной предельной теории. Да. Если сигма нулевой неизвестна, то я скажу, давайте теперь для нормального распределения найдем там какие-то квантеры, то что нормальное распределение. Или найдем такую константу, что нормальное распределение больше, что константа с вероятностью. Ну а если сигма нулевой неизвестна, то мы знаем, что выборочная дисперсия – она состоятельная оценка для сигма. Поэтому справедливо также вот такое утверждение, что если у нас сигма нулевой заменим на Sn, выборочное среднее квадратическое отравление, то у нас все равно будет слабая распределимость к нормальному распределению при n стремиться к бесконечности. Теперь давайте выберем такое z-alpha, что вероятность того, что n0.1 больше z-alpha с вероятностью alpha. И давайте построим такой текст. То есть такое крепление, что если zf больше z-alpha, то отвергаем h нулевую, но если zf меньше z-alpha, то принимаем. Давайте посмотрим, какая будет ошибка первого рода и поговорим об ошибке второго рода. Ошибка первого рода равняется следующей. Она равняется вероятности, если справедливая гипотеза h нулевого, того, что n0x-n0 поделить на Sn больше z-alpha. Но поскольку у нас есть слабая средимость, то эта вероятность равняется просто из определения слабая средимость. Вероятность того, что n0.1 больше, чем z-alpha равняется 2. То есть в пределе ошибка первого рода стремится к а. И здесь, конечно же, это если справедливо, если верно h нулево. То есть, смотрите, вывод такой, что если n большое, и мы построили такой критерий, то ошибка первого рода будет примерно равняться alpha. Теперь следующий вопрос. Хорошо, давайте посмотрим, будет ли ошибка второго рода сводиться к нулю, в принципе, мидти к бесконечности. Ошибка второго рода. Давайте найдем предел в принципе мидти к бесконечности. Вероятно, здесь справедлива альтернативная гипотеза. Так, Zn меньше, либо равно, чем Zα, это предъявление N стремится к бесконечности, PH1. Так, Zn это что такое? Ну а теперь смотрим. Если справедливо-альтернативная гипотеза, то математическое ожидание больше, чем N0. Значит, вот эта вещь сходится к M1, это математическое ожидание Ха. Если M1 больше M0, то вот эта вещь больше нуля. Вот эта вещь больше нуля, корень из N умножить, вот на это сходится плюс бесконечности с вероятностью 1. И тогда эта вероятность сходится к нему. То есть, смотрите, если мы применяем вот такой тест, то при N стремится к бесконечности ошибка первого рода сходится к α, ошибка второго рода сходится к нему. Ну, поэтому вот так гипотезы должен тестировать. Смотрите, один метод Лемона и Мана Кирсова. Второй метод, который я хотел сегодня рассказать, он связан с предельными теориями. Кстати, это очень напоминает и центральные статистики, и вот те предельные теории построения доверительных интервалов. Мы что-то делали из выборки, что сходилось к известному распределению и так далее и тому подобное. Только сейчас, смотрите, мы, вообще говоря, должны были бы подумать вот про ошибку второго рода. Если бы альтернативная гипотеза была бы меньше N0, то, ну, разумно было бы взять критерий такой на ворот. Меньше, чем Z от α, и по тем же самым соображениям ошибка второго рода тоже сходилась бы к нему. Ну, если бы было бы меньше N0, то тут надо, тогда надо, тогда надо заплатить, что если Zn меньше, чем Z минус Z пальто, то отверждаем, что это будет. Мы, смотрите, мы пользовались вот здесь. Мы заметили, что ошибка второго рода сходится к нему. Вот, смотрите, если мотождание больше, чем N0, то это сходит в ИС, то это сходится в плюс бесконечность. А если бы альтернатива была бы M1 меньше в нулевой, то оно сходилось бы к минус бесконечности, и ответ был бы один. Такой критерий был бы плохой. Ну, как мы рассмотрели. Ну, это же как-то равно было бы α. Да, но второго рода сходилось бы к единице, это вообще как-то неразумно. Да, поэтому, если бы альтернатива была такая, математическое ожидание меньше в нулевой, то надо было бы брать вот такой критерий. Значит, Z меньше либо равно в минус Z. Z от α, где Z от α, то. Ну, и аналогично, что если... Ну, а что делать, если альтернативная гипотеза не равняется в нулевую? Ну, можно использовать те же самые рассуждения и отвергать, а что любое, если происходит следующее? Что в модуле Z, N больше либо равняется Z альфа пополам. То есть, надо что-то найти такой Z, что вероятность того, что в модуле p0.1 больше либо равно Z альфа пополам, равняется альфа пополам. Ну, если в модуле вот этой статистики, которая сходится p0.1 больше, Z альфа пополам, отвергать можно. Если нет, то принимаем. Тогда снова в пределе ошибка первого рода равняется альфа, ошибка второго рода сходится в нул. Так, ну, с моментом, реакция наша закончилась. И сейчас пришли несколько задач. Пожалуйста, не ставим.